Привет всем, с вами Зосим Максим и команда TQM System. Часто коллеги по цеху спрашивают о методике оценки проекта или отдельных задач. Именно этим я и хочу с вами сегодня поделиться. В своей деятельности мы используем трехточечную оценку. Как это работает? После детализации задачи мы делаем три оценки по выполнению задачи или этапа проекта. Первое – это минимально возможное время, за которое можно выполнить задачу. Меньше этого времени ее сделать нельзя. Второе – это экспертная оценка по выполнению задачи или целого этапа. И третье – это оценка с вероятностью в 95 и выше, что больше этих ресурсов и времени не нужно будет для выполнения данной задачи. Собственно говоря, мы считаем, что нужно показывать все три цифры вашим заказчикам. И оперировать в бюджете нужно не одной фиксированной ценой, а всеми тремя. Естественно, клиент может требовать от вас и, скорее всего, будет какую-то фиксированную ставку, для чего можно усреднить оценку с помощью формулы. Взять одну минимальную, плюс четыре средних и плюс одну максимальную и поделить это все на шесть. Дальше мы посмотрим на примере, как это делается. А пока, что говорит об этом, один из наших крупных клиентов. Найбільшая опаска с бюджетом наступна. Это когда до человека приходят вопросить эстимейт, то есть оценку, а потом в какой-то момент она непометно стает коммитментом, то есть обязанностью. Да? Ну то еще раз, пока оно эстимейт, все хорошо. Как только оно стает коммитментом, первый раз в жизни, да? Наступный раз айтишник берет эстимейт и множит на пи. Ну, точнее, досвеченный на пи, а не досвеченный на е, правильно? Ну, это же математика. А это ПМ включается. Это ПМ на 3 плюс половину, да? Нет, ну там, нет, два множника есть, 2,76 и пи, 3,14. Все решта, то не на уколо, не надо. Нет, дивиться, как я вирішую эту проблему с коммитментами и эстимейтами, да? Иначе просто, если мы привязываем коммитменты эстимейтами, ты из эксперта ничего не выбежешь. Ну, он просто стает в жесткую оппозицию, начинает выдавать, там, я не знаю, от 2 до 800 годин оценки. Сколько задач займает? От 2 до 800 годин. Ну, то есть, это называется пассивная агрессия, понимаете, да? Ну, точнее, что это даже не пассивная. Есть понятие трехточечной оценки. Значит, трехточечная оценка, график имоверности виглядая вот таким чином у любого проекта. Значит, есть минимальный час, за который его можно сделать. В принципе, минимальный. Ну, 9 женщин за месяц не делают дитину. Вот это так. Про EPS не все понимают, да? Тобто, есть минимальный час, за который, ну, меньше которого, не возможно этот проект сделать. Вот никак. Вот тут, это наималюсненькая имоверность, что, если все будет хорошо, и все ни одной проблемы, и все, попутный витер, то вот это перший, значит, там. Ну, это может быть або час, або гроши, не важно. Нехай это будут гроши, да? Теперь, что тут еще есть? Тут есть наибольший имоверность значения. Его особенность в том, что его чувствует эксперт. Эксперт интуиции своей, накопиченным досвидом, когда его чувствует, за сколько сделаешь? Он выдаёт наибольший имоверность значения, понимаете? Он его чувствует. О, два дня. Да? Фазь Y это вероятность. Да, да, да. Это имоверность, что будут в результате вот такие усилия. Ну, с часом там механика такая самая. Это доля там, 0% по 100%. Нет, 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 нет. Это интеграл вот этого 100%. А это функция щельности имоверности. Нет? Ну, окей. Нет, ну это звичайная имоверность. То есть вот тут, например, 20%, тут 19%. Если все эти скласти, то получится 100%. То есть это означает, что в данном случае, ну так, наоку, вот имоверность 25%, что будет вот эта точка. Ну, я не знаю. И есть третья точка, это с очень большой имоверностью, ну, там, про пипец, с очень большим имоверностью 95%, это не займет больше, Таким чином мы имеем оптимистичный, в середнем и посимистичный значение. Я все три показаю. Я бизнесу три показаю. Вот прям три. Я говорю, дивиться, оптимистичный прогноз будет 10 тысяч долларов, посимистичный 16, эксперти думаю 14. И работайте с этим, что хотите. Еще раз, это та информация надежная, которую я могу дать. Я что, оракул? Я что, знаю, сколько она будет стоять? Я что, буду кого-то обманювать? Я что, веду? Нет, если люди шукают чаревников, они находят казгарь. Это же очевидно. То есть, если человек шукает оракула дельфийского, она находить, у нас був, знаете, ввели фольклор фразой basically everything is possible. Можно это сделать? А там по-английски у нас просто топы англомовные. Is it possible? Basically everything is possible. Молодец. Вот это, как мы тебя ждали. А знаете, до чего потом? Значит, дивиться, у нас уже обговорение и режим автепатии. Вот есть життєвый цикл продукта, есть життєвый цикл проекта, а есть життєвый цикл PM проекта. Ну, то есть, печаль наступает тогда, когда вот здесь basic леверсийный способ был, а потом життєвый цикл PM короче, чем у проекта. Потому что вот тут где-то наступает фаза терморектального криптоанализа. Ну, почитайте на этом. На лоркморе. Про терморектальный криптоанализ. Ну, вы понимаете, да? Тут же все IT-шли. Когда они питают, доколе, по чем и так далее. Да, то есть, главное, вот тут пить на подвищение оцей момент. Хороший способ. Так, працюй. Я не пробовал, но я бачил, как это працюет в реале. Из-за этого я даю бізнесу вот таку трехточечную оцинку по будь-якій задачі, яка крупна. Да, Да? И говорю, что, ну, есть думка, что, если взять вот такую формулу, ну, то есть, математика ничего лучше, чем вы это не придумали. Да? То есть, если вам нужна одна оцинка, то она ни о чем, но можете взять вот такую формулу, но ничего хорошего нема, но оно все равно ни о чем. То есть, еще раз, когда они начинают кальонным залезом выдавливать одну цифру, я им говорю, так это ни в каком разе не коммитмент, по-перше, да? По-друге, вот я где ее взял, вот, и чем ширше вот это, то есть, дивиться, вот это, чем он вуще, тем больше эксперт впевнений, что риски невеликие, понимаете? Чем вот эта штука ширше, в первый раз у бизнеса это вызвало какую-то таку, короче, прям работу думки всередині, да? Сейчас они не уявляют по-другому, это 7 лет я так работаю, понимаете? То я им принес, говорю, ну, ребят, я не чаревник, вот я минимальный, он неможливый, ну, хотите, знаете, как же есть небезпека? Бизнес питает, за сколько сделать? Ну, вы же не знаете, какая из этих трех точек его цикавит? Надейная оценка, или оптимистическая? А вы не знаете, а если вы не спросили, может быть такая небезпека, он спросил про эту, а вы ему ответили вот эту. Из-за этого, в любом случае, когда результатующий проект закончится вот здесь, да? Мы говорим, ну, все хорошо, пошел в какой-то трехи-песимистический сценарий, ну, мы вклались в оценку, значит, мы молодец. Тобто, мы регулярно меряем, на сколько мы попадаем в оценку. Если мы с ней начинаем вываливаться, значит, мы лохи, понимаете? Мы не понимаем вообще то, чем занимаемся, и он из профессии. Но, если мы попадаем, да? Больше того, тут же основной дзен полягает в том, что это наиболее значение отразится от медиана. Потому что в среднем будет в атаку. Ну, из-за хвоста, понимаете? То есть, в среднем, в среднем получается больше, чем говорят эксперты. За это все понимают, что это умножить. Только никто не знает, насколько, на пите на е. Если вы не хотите показывать это видео, что логично, то есть отдельное полное выступление Евгения на канале сообщества IT-директоров. Ссылка будет в описании. И, в принципе, рекомендую пересмотреть все видео. Там масса полезной информации для понимания того, как ID должно взаимодействовать с бизнесом. Но стоит помнить другую сторону оцены. Когда вы подписываетесь клиентом на FixPrice, вы вынуждены закладывать в оценку каждой задачи риски, связанные с уровнем разработчика, технической сложностью и прочими составляющими разработки проекта. Давайте разберем простой пример, а также инструменты использования методологии. К примеру, клиент присылает вам список задач в виде нескольких файлов с задачами или предположим, что это ваши специалисты согласовали эти задачи и их необходимо оценить. На первый взгляд есть несколько задач с подробным описанием. Если вы или ваш специалист ознакомится с ними, то интуитивно, это я по себе могу судить, эта оценка будет 3-4 дня или от 24 до 32 часов. Часто именно так и поступают партнеры. Но давайте проведем анализ этого документа с помощью инструмента трехточечной оценки и не одной строкой, а разложим на составляющие задачи. Берем каждую задачу из текста файла, копируем ее в наш файл. Если задача неделима, мы так ее и оставляем. Если ее можно разбить на части, то мы делим ее и уточняем детали для каждой строки. Далее для каждой строки мы проставляем оценки минимальное возможное, среднее по мнению эксперта и максимальное, за которую задача не должна выйти при всех плохих развитиях событий. В конце файла мы добавляем процент на тестирование, координацию и планирование от всех задач. И если клиент новый, то время на развертывание, тестовые инфраструктуры, базы, хранилища, доступы и так далее. В итоге вы видите ощутимую разницу в цифрах. Если вам лень делать шаблон, то вы можете скачать его по ссылке в описании, заменить на свое лого, но учтите, что многие клиенты плохо воспринимают всю таблицу целиком. Поэтому в зависимости от клиента мы либо показываем всю таблицу, либо три оценки, либо минимум и усредненную в рамках коммерческого предложения. Ну или же предоставляем клиенту обоими файлами. В конце концов, вы сами можете решить, какие цифры показывать и какую методологию оценки озвучивать вашему клиенту. Главное, что у вас появится инструмент и понимание возможных границ и рисков. Сама методология подходит как для детальных оценок конкретных объектов, так и для анализа больших блоков, к примеру, написания технического задания. Можно сделать это как одной строкой, так и разбив на необходимые модули самого ТЗ. Помните, чем ниже вы опуститесь в анализе, тем качественнее получится синтез итоговых значений. Возможно, у вас возник вопрос, зачем мы это делаем? Ответ прост. Последнее время мы конкурируем не с другими продуктами или качеством обслуживания клиентам, мы все больше конкурируем с конкретной ценой, а конкретней неправильной оценкой с головы у начинающих партнеров или с отсутствующим опытом и не имея какой-либо более-менее понятной методологии оценки мы сталкиваемся с просто оценками на угад и сильно заниженной стоимостью для клиента. Это приведет к плохим последствиям как для клиента, так и для партнера, особенно для тех, кто работает по фиксированной модели. С одной стороны, из-за вашей оценки вы выиграете тендер, но с другой, при неправильной оценке вы в итоге работаете в ноль и вам придется жертвовать или качеством выполнения работ, подвергая рискам дальнейшую работоспособность вашего кода, а если вы сильно уйдете в минус, то и с клиентом придется объясняться либо объяснять, почему он должен доплачивать. Либо вы попытаетесь заложить и риски, и расходы в следующие работы, что в результате сложит негативное отношение как к вам, так и к другим партнерам. Мы уже не раз сталкивались с ситуацией и отзывами клиентов и долго объясняли, почему оценка задачи это всегда диапазон и почему нельзя работать по фиксированной ставке. Именно поэтому мы в нашей компании работаем по модели тайм и материал. Так что, если вы хотите показать клиенту более реальную картину, используйте методологию трехточечной оценки или произвольную на основании ее, или какую-либо другую. Кстати, если у вас есть интересные кейсы, как вы оцениваетесь, делитесь ими в комментариях. Анализируйте, оценивайте и работайте с выгодой. Не забывайте подписываться на канал и ставить колокольчик. Скоро будет ролик про необходимость и структуру этапа экспресс-обследования в проектах.